Привет, с вами Каска. В этом видео я вам расскажу, как слегка повысить FPS в Sons of the Forest, а также избавиться от лагов и фризов. Настройки графики в этой игре плюс-минус как-то да и влияют на FPS, хоть и не так критично, как хотелось бы, но тем не менее, есть что рассказать. Покажу два пресета настроек графики для разных систем. Поэтому готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Ищешь где можно приобрести лицензионные проверенные ключики на Windows 10, 11, может быть Office или вообще антивирус? Рекомендую своих надежных друзей из интернет-магазина L-Store. Цены абсолютно доступные, часто происходят скидки и акции. Оптимизация начинается с чего? Правильно, с чистой лицензионной винды. Ссылочка на магазин с ключиками будет в описании. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем настройки, вкладка дисплей, полный экран, ставим полный, экран, разрешение, пасы отношения к твоему монитору. Если тебе нужно прибавить немного кадров, лучший способ это понизить само разрешение. Допустим, у меня разрешение 2К, в среднем где-то 60-70 кадров. Если я ставлю Full HD, немножко мыло конечно же появляется, но зато FPS прибавляется около 25-30 кадров сверху. Если нужно еще больше FPS, то конечно же понижаем. Допустим, на неплохое такое разрешение, это 1280 на 720. Вертикальная синхронизация, мы ее отключаем, максимальное количество кадров. Здесь по желанию можешь оставлять, можешь лочить на 60, если хочешь, можешь на 144, если будет конечно же столько FPS, ну либо просто оставляешь, как и я, на максимальное значение. Далее переходим на графика. Начну с первого пресета, который я лично использую для более мощных систем. Дистанция прорисовки. Ставим среднее. Глобальное затенение. Среднее. Качество тумана. Низкое. Анизотропные текстуры. Включить. Качество теней. Среднее. Облака. Кстати, они кушают много FPS, поэтому обязательно ставим на низкое. Трава. Среднее. Вода. Оставляем высокое. Дистанция смещения. Среднее. И качество билборда тоже среднее. Разрешение текстур полное. Опускаемся вниз. Здесь у нас есть сглаживание. На моей системе кушает на самом деле не так много FPS, поэтому при желании можем оставлять SMAA, FXAA или TAA. В свою очередь последнее кушает чутка больше всех остальных. Здесь же у нас есть динамическое разрешение. Если мы его включаем, то сглаживание у нас отключается, конечно же. Если твоя видеокарта RTX серии, включаешь DLSS. Допустим, у тебя видеокарта 3050 и их аналоги. Ставишь DLSS на качество. Если слабее, то уже ставишь баланс, либо высокая производительность. Если видеокарта у тебя от AMD, у нас здесь есть FSR. Лочим FPS где-то на 60, чтобы картинка была максимально приятная и не сильно мылилась. Если поставим выше, то уже будет много-много пикселей, много-много мыла. Эту штуку TAA-U я не тестировал. Кто проводил тесты, можете написать в комментах, как она работает и так далее. Остальные параметры, такие как свечение, отражение, размытость, микротени, контактные тени и аберрация, кушает в среднем 1 FPS. Фотопленка и цветокоррекция на FPS никак не влияет. Пресет номер 2 для более слабых систем. Дистанция прорисовки оставляем на среднее, глобальное затенение низкое, качество теней низкое, трава низкая и вода тоже низкая. Свечение и все остальное, конечно же, тоже лучше всего отключить. Переходим на игра и здесь уже можем настроить поле зрения. Я ставлю в среднем где-то 80-85. Ты же смотри по своей системе, потому что поле зрения тоже кушает FPS. И нажимаем применить. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте, но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте с твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. После того, как настроили графику в самой игре, мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 3 папки, приложение MSI Mode и схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду, нажимаем pkm, копировать, pkm на пуск, в Windows PowerShell Administrator, нажимаем Ctrl, плюс V и Enter. Закрываем, закрываем. Открываем ярлык схема питания, показа доп. схемы и ставим галочку на максимальная производительность. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. У кого игра в стиме, открывайте стим, библиотека. Представим, что это у нас Sons of the Forest. Нажимаем pkm, свойства. Игровой кинотеатр мы, конечно же, отключаем. Переходим на локальные файлы и нажимаем обзор. Кстати, в стиме же можно нажать на друзья и чат, шестеренка. И отключить анимированные аватары и анимированные рамки. У меня же игра приобретена за корсарские рубли. В корневой папке находим приложение Sons of the Forest. Нажимаем pkm, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию во весь экран. Далее изменить параметры высокого dpi и ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ok, применить и ok. Копируем путь к самому приложению. Нажимаем pkm, копировать. В нашем архиве находим аппаратное ускорение. Открываем. Если твоя система поддерживает функцию аппаратное ускорение, рекомендую его включить. Особенно в том случае, если у тебя процессор мощнее, чем видеокарта. После всех этих настроек не забудьте сделать перезагрузку своей системы. Мы же нажимаем обзор. Оставляем наш скопированный путь. Приложение Sons of the Forest. Нажимаем добавить. Параметры. И ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Нажимаем pkm на пуск. Диспетчер устройств. Системные устройства. Опускаемся слегка вниз и находим высокоточный таймер событий. Нажимаем pkm и отключить устройство. Нажимаем поиск. Пишем Xbox Game Bar. Настройки. Создание клипов. И нам нужно убедиться, что галочка у нас не стоит на записывать в фоновом режиме. Если стоит, то мы ее, конечно же, отключаем. Отключаем. Говорит, а что такое? Нажимаем закрыть и закрыть. Теперь нам нужно сделать небольшую оптимизацию и настройку нашей видеокарты. Открываем наш архив. Настройка видеокарты. Здесь у нас есть три папки. Настройки для разных видеокарт. AMD, Intel и Nvidia. Начнем с Nvidia. Открываем первый подпункт. Залетаем на сайт nvidia.ru. Качаем последнюю версию драйверов. Делаем ее установку и перезагружаем нашу систему. Как наш пк включится, открываем Nvidia Driver Settings. Переходим на управление параметрами 3D. Здесь у нас есть два варианта. Можем сделать изменения для глобальных параметров, то есть будет касаться всех игр. Либо программные настройки, то есть будет касаться именно одной игры. Списки мы ищем. Sons of the Forest. Если ее нет, нажимаем добавить. Обзор. Переходим в корневую папку и Sons of the Forest. Открыть. И здесь уже делаем настройку, как указано у нас на картинках. То есть расписано все подробно, куда, что нажимать и что зачем делать. Помимо всего прочего, самое главное это режим низкой задержки. Мы для слабеньких систем отключаем. Для более мощных выбираем включить. На глобальных параметрах нам нужно найти будет размер кэша шейдеров. Здесь выбираем 10GB и нажимаем применить. Если у нас видеокарта от AMD, открываем папку AMD Radeon. То же самое. Открываем первый подпункт. Качаем последнюю версию рекомендованных драйверов. Делаем установку, только Minimal Install. Перезагружаем систему. И открываем AMD Driver Settings. То же самое. По картиночкам делаем настройку. Думаю каждый с этим разберется. Есть у нас видеокарта от Intel. Открываем Intel. Здесь у нас есть две картинки. И делаем настройку. В нашем архиве открываем папку Очистка. Delete Temp Files. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete и Enter. Возвращаемся назад. Снова откроем Delete Temp Files. Только уже в папке Temp. Выделяем все файлы. Нажимаем Shift, Delete. Да. Отмена. И возвращаемся назад. Disk Cleanup. Выбираем диск C. Ок. Нажимаем на Очистить системные файлы. Выбираем диск C. Снова же и ОК. Ставим везде галочки. И нажимаем ОК. В нашем архиве находим приложение MSI Mode. Нажимаем PKM. Запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. Далее приоритет мы выбираем High. И нажимаем Apply. Открываем папку Twiki Reestra. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Читаем здесь для рукастых. Красиво расписал. Либо в картинках. Плюс есть бэкапчики. Допустим ты отключил Xbox DVR. И тебе нужно будет его включить. Просто делаешь активацию backup DVR1 и DVR2. Первые 2 файла реестра отключают Xbox DVR. Нажимаем PKM слияние. Game DVR2 PKM и слияние. Многие как мне пишут бустят около 15-20 кадров. Отзывчивая система PKM слияние. Сетевой троттлинг PKM слияние. И системный приоритет тоже PKM и слияние. В нашем архиве находим Xbox Game Bar. Сам Xbox мы конечно же отключаем. Переходим на игровой режим. Мы его оставляем включенным. Записи. Все что здесь у тебя будет указано. Все это отключаешь и ставишь на самое минимальное значение. Далее главное конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть 2 варианта. Отключаем все фоновые приложения. Либо же отключаем те фоновые приложения, которые нам не нужны. Допустим Xbox, Xbox Game Bar, калькулятор, камера и так далее. Я лично не парюсь и отключаю все фоновые приложения. После всех этих настроек залетаешь в игру и наслаждаешься. Если не высоким FPS 100 по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.